Добрый день, уважаемые товарищи! Мы рады приехать в Республику Хакасия, в Абакан. Вы знаете, что Павел Николаевич Грудинин не раз был в Республике. Мы достаточно активно проводили встречи с жителями региона. Была весомая поддержка во время выборов главы региона, когда в сложной борьбе, несмотря на все противодействия, в том числе и федеральной и региональной власти, удалось обеспечить победу губернатору коммуниста Валентина Олеговича Коновалову. Ну и считаем, что вот эти вот три года работы, несмотря на все сложности, несмотря на все информационные атаки, показывают, что работа КПРФ – это работа созидателей. К сожалению, федеральная власть никак не может смириться с тем, что КПРФ может показывать прекрасные примеры хозяйствования и все то давление, которое идет в последнее время на нашу партию, в том числе, которое вылилось с нашей точки зрения незаконное снятие с избирательной гонки сначала Центральной избирательной комиссии, а потом вчера Верховным судом Павла Николаевича Грудинина – это как раз проявление боязни КПРФ. Мы в свое время, почти три года назад, в ходе сложной избирательной кампании по выборам главы республики, показали, что КПРФ может не только донести свою программу, представить кандидата, но и обеспечить чистоту избирательного процесса, обеспечить контроль на выборах, в том числе и за счет консолидации и мобилизации партийного актива и республики Хакасии, и соседних регионов. Мы в этот раз приведем на избирательные участки по всей стране не менее 500 тысяч наших добровольцев, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса и обеспечим, чтобы голос избирателей не был украден. Мы создадим по всей стране Центр видеонаблюдения, которые позволят нам в режиме онлайн обеспечивать фиксацию и просмотр с участков, а в случае нарушений, возможности апелляции и подачи в правоохранительные судебные органы. Поэтому ключевая задача не только убедить избирателя, а избиратель сейчас очень активно поддерживает нас, но и обеспечить чистоту избирательного процесса. Поэтому эти все задачи нам по силам. Мы идем с сильной, мощной командой, продолжаем работать, несмотря на все нападки. Ну и я с удовольствием хотел бы сейчас предоставить слово гостю республики Павлу Николаевичу Грудинину. Пожалуйста, Павел Николаевич. Спасибо. Ну я не совсем гость, у меня тут родственники живут, и в прошлый приезд моя тетя, моя двоюродная сестра, ну и еще там у меня племянник здесь. Мы с ними встречались, я думаю, что, наверное, короткий визит не получится, но Хакасия мне не чужа. Ну и особенно, когда я первые два раза побывал здесь, я был восхищен тем, какие люди здесь живут, какие здесь красоты. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что если бы мы когда-то не свернули социалистического пути развития, то Хакасия была бы сейчас совершенно другой республикой. Наши предложения, которые мы рассказывали в момент президентской кампании, потом в момент кампании, которая, в результате, привела к победе Конованова у вас здесь, можно реализовать только в условиях того, что надо применить те принципы, которые применяем мы в наших так называемых народных предприятиях. Да, действительно, Илья Вячеславович очень обширно рассказал о том, какое давление испытывают сейчас и кандидаты от КПРФ, и наши предприятия. Вот он привел, к примеру, Ивана Ивановича Казанкова, это Звениковский Мариэл, который не просто, скажем так, пытается выдавить с гонки, но еще его осудили на два года условно, прямо перед выборами, только потому, что он построил дорогу для своих, скажем так, односельчан. То же самое происходит в Иркутской области с народным предприятием, у Соли и Сибирская. Там это предприятие обвинено в том, что оно якобы нарушает экологию, и штраф грозит там 43 миллиарда, что, естественно, приведет к банкротству предприятия. Наше предприятие, которое три года находится в судах, мы провели свыше тысячи судебных заседаний, на нас насилие рейдеры, и если бы не поддержка КПРФ лично Геннадия Андреевича Зюганова, то, я думаю, наше предприятие уже бы с помощью судов, вот таких неправедных, было бы уничтожено. Все это говорит об одном. Поскольку наши оппоненты не могут показать реальных результатов своего труда, они пытаются уничтожить последние ростки социализма на территории Российской Федерации. Но, как Юрий Вячеслав сказал, наше дело правое, и мы победим. Почему? Потому что, говорит, правду же не задушишь. И когда к нам приезжают гости из разных регионов страны, да и из-за рубежа, они сразу видят, каких результатов мы достигли, даже в условиях таких экономических, очень неблагоприятных условий, как в мировых, так и в Российской Федерации. Это зарплата выше тысячи рублей. У каждого работника это не считают, руководители получают больше. Это бесплатные сады, лучшие школы, это бесплатные парки, это помощь детям войны, ветеранам, ежеквартальная. И это просто прекрасные люди, которые живут и не беспокоятся о том, что завтра не за что будет собрать или накормить детей, собрать их в школу. Это такое, у нас вроде как, когда приезжают, видят все, что все улыбаются, потому что территория социального оптимизма. Именно поэтому мы пошли на выборы с этой программы, которая практически уже воплощена в жизнь на таких предприятиях, как наши. Это сильно раздражает наших оппонентов. Мы видим сразу, что они вместо того, чтобы перенять положительный опыт, а по просьбе Геннадия Ильича Зюганова президент дал поручение и полгода назад проводили прям специальный в Минцелекозе Российской Федерации круглый стол по поводу опыта народных предприятий. Все выслушали, увидели результаты, восхитились, но ничего не сделали для того, чтобы применить эти результаты на территории всей Российской Федерации. Поэтому мы пришли с этой программой и точно знаем, что если бы эту программу внедрили или начали внедрять в Российской Федерации, то жизнь простых людей была бы совершенно другой. Это в том числе и бесплатное образование, и бесплатное здравоохранение. И Ильич Славович об этом говорил. Прогрессивная шкала налога, где бедные не платят вообще ничего, а богатые начинают платить. Еще, кстати, общемировые тенденции, если вы видите, они тоже показывают, что все правительства, в том числе и так называемых капиталистических стран, поливели, бесплатная раздача продуктов, помощь ковид малообеспеченным, государственные фонды, которые направлены на здравоохранение, а все без исключения бесплатно вакцинируют своих жителей. Все это говорит о том, что идеи, которые заложены в нашей программе, они реализуются во всем мире. Только почему-то у нас они, к сожалению, пробуксованы. Хакасия – часть России. А жизнь в России в последнее время все ухудшается и ухудшается. Реальное падение доходов населения происходит во всех территориях, независимо от того, кто руководит этими территориями, избранный единоросс или оппозиционер. Поэтому на общем фоне ухудшения жизни простых граждан России, и, конечно, у губернатора, у руководителя республики необходимость нивелировать эти вещи присутствует. Я очень часто и многое по поводу Хакасии разговариваю с Геннадем Андреевичем, Зюгановым. Вы знаете, по его информации, ваш лидер, ну, лидер республики, на хорошем счету у президента. А вот президентская администрация и правительство иногда происходит недопонимание. Я точно знаю, я видел этот процесс, когда вроде бы деньги выделяются, но почему-то не доходят до республики. Ну, из-за того, что там какие-то крючкотворы в министерстве финансов придумывают всякие препоны, которых на самом деле нет. И если говорить о том, каким образом происходит улучшение, то, конечно, благодаря огромным усилиям вашего руководителя республики. Но общая ситуация в России не может не сказываться на каждом из нас. Потому что реальное падение доходов населения, это вот ситуация с ковидом, которая затронула все регионы, значит, общая вот эта вот ситуация в бюджетной сфере, в налоговой сфере, а вы видите, что предприятия не потому, что они не хотят работать, а потому что просто экономическая ситуация такая. Падение налогов видно сразу. И поэтому главное в этой части, на мой взгляд, то, что не допустили худшего. Например, абсолютно бюджетного кризиса, а там, помните по закону, нужно в одну двенадцатую финансировать, а это вообще уже невозможно было бы. Поэтому усилия, которые принимает ваше руководство, они замечены и на федеральном центре, и в федеральном центре, и у вас здесь, я думаю, вы видите все это невооруженным глазом. Продолжение следует...